Я тоже злюсь. Мы думали, что не должно быть так долго, не должно быть так сложно, не должно быть столько потерь. Мы захотели новую страну и новое будущее. И меня тоже злит, что в ответ на это белорусы получили месть, насилие и кризис. Злит, что весь год бюджет страны спускали на долги и машину репрессий, ценой того, что продукты становились все дороже, а очереди к врачам все длиннее. Злит, что нас лишили чувства безопасности в своем доме. Злит, когда мне говорят, что все было зря. Мне тоже больно за Витольда Ашурка, Дмитрия Астаховского, Андрея Зельцера, Антона Качанова и всех, кого больше нет с нами. За тысячи без вины заключенных, для кого сейчас главная радость – это прогулка в тюремном дворе или письмо с воли. Больно за сотни тысяч белорусов, которые вынуждены покинули свои дома, спасаясь от собственного государства. И за миллионы белорусов, которые остались и живут в неопределенности. За каждого пенсионера, который брошен в одиночестве с мизерной пенсией. И каждого уволенного, который просто не готов быть лояльным. Больно за вымирающие деревни и приходящие в упадок регионы. За места с огромным потенциалом и возможностями. Мне тоже страшно. Что, если режим заберет еще одну жизнь? Что, если нам не хватит сил? Что, если нашим детям придется начинать все сначала? Что, если весь этот путь, в который вложено столько труда, любви и веры не приведет к победе? Я тоже все это чувствую. И понимаю, как легко сейчас поддаться безысходности. Всем нам иногда кажется, что в наступившей тьме нет ни единого луча света. Но это не так. Все это время, даже в самые темные дни, я вижу свет, потому что смотрю на вас. На тех, кто говорит, это наша земля и мы никуда не уйдем. На инженеров, которые создают новое не благодаря условиям, в которые поставлены, а вопреки. На педагогов, которые учат правде, а не идеологии. Врачей, которые спасают жизни, а не репутации начальства. СМИ и общественные организации, которые поднимаются из руин. Потому что я смотрю на тех, кто в ответ на давление и аресты счетов делает бизнес сильнее и устойчивее. На тех, кто пишет мне в инстаграмм, Светлана, мы придумали проект помощи белорусам, поддержите. На наших бабушек и дедушек, которые однажды перестали смотреть госканалы. На тех, кто сейчас остается на темной стороне, чтобы тайно помогать свету. И даже на тех, кто еще не перешел на сторону народа, но начинает осознавать настоящее и задумывается о будущем. На тех, кто перешел на белорусскую мову. Тех, кто не позволяет белорусским новинам зникнуть с первых полос головных выданий в свету. На тех, кто, даже теперь, застающийся в Украине, открывает новое место и створяет новые суполки, пока старая система адмирая. На тех, кто застается волонтерам, как допомогать иншим. Я бачу это светло и думаю, мы – нация творцев, не захопников. И в любых, на самых жестких умовах мы с долием, мы с творим. Так, режим не робится больше шаловечным и мягким, но белорусы могут себе защитить, использовать свою силу. Мы створим и имеем право защитить створенное. Этот год показал, что даже когда нас закатывают этот асфальт, наша вера прорастает и знищает его своим корнями. Я глядю на белорусов и вижу силу светло от тех, кто настолько поверил в новую Беларусь, что зарабил яе будовництво с правой своего життя и чую плечо побачь каждый день. Кто отчиняет самые разные дверы по всем свете, кто створяет для нашего народа телефонную книжку, у какой теперь множество контактов. У телефонной книги человека, який проиграл выборы, застался только один номер. И звонить по им с каждым днем все дороже, а гудки все довжайшие. Это ты, кто мобилизует сотни тысяч белорусов в плане под названием «Перамога», кто рыхтуется позволять и реабилитовать людей, как только это станет мягким, кто ведает, как за 60 дней провести новые выборы, как уладковать Галины Уладой и заповнить, как Беларусь за ушты была незалежной. Нас пробуют запужать быцем любые перамены, гэта разруха и галеча. Але мы уже домовилися про 3 миллиарды евро, каб забеспешить экономичную стабильность у переходный период и пачать дагачаканные реформы. Так, в 20-м мы объедналися. И уже больше 500 дней разом отстоиваем свой выбор. Однако мы все еще виноватим самих себе и одно одного. За тое, что съехали с краины. За тое, что засталися или сошли под поле. За тое, что молчим. За тое, что говорим или не про тое. За тое, что боимся. За тое, что дейничаем, али не бачим, куд кагавыннику. Али у 21-м кожны для себе сразумел, что значит быть беларусом. Нават, кали нас вырвали з натулку и покинули сам насам с гэтым выбором, мы от яго не адмовилися. Миновета тому, режим все еще поводит себе так, быть сам под вокнами Палаца Незалежности и все не стоять сотни тысяч людей. И теперь наша перемога — это больше не пытание выпадковости и тишинцевания. Это пытание нашей расшучности, готовности взять слез батьковщины в свои руки и каждый день незломно идти до Новой Беларуси, про яку мы все так марым. Демократичной Беларуси, где, как сказал национальный герой Беларуси Кастусь Калиновский, не народ для урада, а урад для народу. И я веру в тое, что вельми худко мы оберем новую уладу, новый урад для новой демократичной Беларуси. Справедливой Беларуси, где судья, прокуроры, следшие працуют не в змове, а в згоде с законом, какие для их высшей злояльность. У суверенной Беларуси, где боевый офицер, майор сил, специальных операций, урочисто отрымливая медаль за отвагу, упадя ку за тое, что он оборонил отчину от ворвания захопников, а не за тое, что напав на пенсионера або студентку. В свободной Беларуси, где неколи державные, а теперь громадские меди, показывают разные меркования, аутели и эфиры, идут открытые дискуссии помеж представниками улады и оппозиции. Адукованной и здоровой Беларуси, где в школах и лекарнях праца с папирами не перешкоджая працы с людьми. Самобытной Беларуси, где чиновники, да и все беларусы памятают свои родные мясцины. Бережне, полацак, речица, слоню и местовые улады обираются людьми, а не призначаются сверху. Равноправной Беларуси, где женщины сами обирают свое место, где им быть, в политике, в семье, в ютубе, на сцене. Они смагаются за прознание своих заслуг по вахе до себя тировности. Перспективной Беларуси, где предприниматель, выполнены в безопасности своего капитала, и где складаются черги из инвесторов у стартапов и на заводы. Эти заробки працовных дозволяют иметь годный добробыт, гадовать детей и вандровать самим, а не обмерковывать заробки айтишников. Творчай Беларуси, что дает свободу и простору новым знакомитым дзерчам, про яких будут доведываться во всем свете, как про Марка Шагала и Светлану Алексеевич. Беларуси, которая однольче станет сусветным креативным центром. В мирной Беларуси, где Мура Кресина рухнул, с владарцами створенный музей, и в Украине больше нема и не может быть политвязнен. В новой Беларуси, где я, разом со всей семьей, смогу побачить святочный зворот нового законно обранного президента и президентки. А не до этого момента я буду разом с вами. Усе мы. И только одна с вами залежит, ци будзе гэты год саправды новый. Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Играет музыка. Я иду по золотому песку, несу надежду, мечту, знать хочу, что ждет меня. Там впереди, за плечами, годы, где мы, а где они? Где города, люди, слова, как птицы я взлетаю и лечу туда, где мечта и судьба сольются воедино. Все или ничего для слабых середина. Не надо пустых разговоров о счастье, не надо. Мы поплывем по волнам. И рая земного не надо рубить и канаты. Мы поплывем по волнам. Всякий раз, когда волною накрывает, время останавливает бег. Порой бывают подводные камни и снова намели, но звезда горит в ночи, звезда горит вдали. Жизнь продолжается, время идет, оно не ждет, не страшен на пути любой под оборотом. Мне бы только раз штувал взять в руки, оставить позади все, что мешает мне идти. И попробуйте тогда мне дать мечтать о чем-то более ярком, чем звезда моя. Та, что выше всех, но светит лишь мне. Я несу ее свет до сих пор в своем сердце. Если вдруг штык, то я возьму в руки весла. Если вдруг шторм, то значит будет солнце. Последняя страха, скучаю по всем вам. Мое письмо уносит ветер по волнам. Не надо пустых разговоров о счастье, не надо. Мы поплывем по волнам, И рая земного не надо рубить и канатами. Мы поплывем по волнам, И окажемся там. Спят ветра, да, но мы разбудим их. Вот наши паруса, дуйте за десять, Разбивая в пух и прах чудеса, чудеса. Не нужны тем тем, кто не верит в них. Мы машем руками, мы почти на горизонте. Мысли о Боге, мечты о свободе. Как не случится, как не получится. Не страшен исход, все по воле случай. Не надо пустых разговоров о счастье, не надо. Мы поплывем по волнам, И рая земного не надо рубить и канатами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...